Слава Богу! Здравствуйте! Я хочу сказать, что Бог к нам никогда не обращается со словом «здравствуйте». Почему? Потому что Он нас никогда не оставляет. Он с нами утром, днем, вечером, ночью. Вот так хорошо знать, что Бог с нами всегда. И при том Бог создал человека с целью. Когда человек теряет Божию цель, он тогда начинает жить, как потерянная, брошенная собака. Жизнь без смысла – это жизнь, похожая на то, что ты идешь по жизни, и вообще как будто тебя носит ветер. В Библии есть история такого человека. И он был в таком состоянии, что к себе никого не пропускал, и точно же от себя тоже не пропускал никому. Мы иногда создаем самым себе тюрьмы. Мы к себе никого не пускаем, и тоже мы не можем никому ничего говорить. И иногда в этой тюрьме мы мучаемся, плачем. Нет, мы успеваем, когда люди подходят, вытрят слезы и сделают вид, что у нас все хорошо. Но заметите, когда Иисус Христос приходит в жизни, либо через откровение Слова Божьего, прикосновение Духа Святого, Он хочет менять твою жизнь, чтобы она стала жизнью со смыслом. Давайте послушаем эту проповедь. Потому что я считаю, что у Бога есть много планов для тебя, а сначала у Него много откровений для тебя через проповедь. Слушаем. Сегодняшняя проповедь называется «Конец бродячего образа жизни». Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 стиха по 5. Мы встречаем человека, чья жизнь стала бродячей. Пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, в тот час встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилища в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился у камня. Этот человек, он потерянный. Он настолько потерянный, что даже когда хотят ему помочь люди, он настолько потерянный, что он не позволяет никому ему помогать. Это самая максимальная точка потерянности. Когда ты бьешь тех, которые пытаются тебе помогать. Они пытались ему помочь. Поэтому это не то, что люди в обществе бессердечные, что его они бросили. Нет. Они приходили, они ему одежду давали, он рвал, они цепями, он разрывал, они пытались, чтобы он себя не резал, себя резал, себя же уничтожал, но он настолько был потерянный. Но что интересно, самое мощное, сильное, что есть на земле, чтобы помочь потерянным людям, это информация, которая называется благая весть. «Благая весть» говорится просто, в словах простота, а действие мощнейшее, способно менять, улучшить жизни любого человека. Этот человек, он в гробах, он бегает, он ходит, никто ему помогать не может, он потерянный, он безнадежный, он мучается. То, что он кричит, что не трогайте меня, это не значит, что не мучается. То, что он кричит, мои права, это не значит, что он не плачет, когда мы отходим. И то, что он говорит, как хочу, так и буду, это не значит, что не разрушается внутри. Я пастор 20 с чем-то лет, передо мной качали любые права, как вы можете придумать. Человек плачет, редает и качает права. Человек резает, себя режет и качает права. И пытается его спасать, и тебе ударяет. И только любовь Божия, потому что иногда хочется сказать, две отъятежки, окно открыть, прошай. Но пастырство, берешь снова, тебе ударяет, снова берешь. Потому что, заметьте, он мучается. Бродячий образ жизни приносит мучения. Заметите, дьявол хочет доводить людей до бродячего образа жизни в семье и в других вопросах. Зачем? Когда человек, он поддался дьяволу в этом, разрешил дьявол, тогда дьявол сделает, чтобы человек сам себя начал уничтожать. Вот почему важно, чтобы не давать место дьяволу. Вот почему важно предвосстать ему твердой верою. Поэтому безнадежности, потерянности приносит в жизни это то же самое, что оно приносит мучения, оно приносит сиротство, оно приносит слезы, оно приносит сломанность в жизни. Сиротство это плохое явление, но для самой сироты оно регистрируется плохое в момент смерти родителей. Через 10 лет привыкают и перестают чувствовать боли. Посторонние смотрят еще и жалеют его, но он уже сам сирота настолько в этом уже был долго, что он привык и то, что мы называем боль, а он называет нормой. То есть в нем не регистрируется больше боли, уже никак не фиксируется, он уже адаптировался. Если вы заметили, есть ребята бывают бездомные, через время если берешь их в дом, они убегают из дома на улицу. Почему? Адаптировались. Они и состояние бездомного стало одно. И уже дом для них чужой. Радость, благая весть, и такое способно разрушить. Один человек сказал такую фразу, жить без надежды, это то же самое, значит перестать жить. жизнь, которая живется без надежды, это жизнь, которая не имеет ничего доброго в конце. Но не легче или даже хуже. Жизнь с ложной надеждой. Получается, жизнь без надежды плохо, а жизнь сложной надежды хуже. Потому что жизнь без надежды, я знаю, что надежды, я ищу. А когда у меня ложная надежда, я ничего не ищу, потому что мне кажется, что все окей. Библия говорит так, Псалом 32, 16 по 20. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Исполина это такие люди, как Гуляфа. ненадежен кон для спасения, не избавит великого силою своею. Вот око Господне над боящимся его и уповающим на милость его, что он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, он помощь наша и защита наша. Гуляф вышел драться с Давидом. На что уповал Гуляф? Сила, оружие. Вообще, он шел, смотрел на этого Давида и думал, я сейчас его вообще одним махом. Не, Гуляф здесь столкнулся не с Давидом, потому что надежда упование Давида не на внешнего, не на логическое, что ты видишь у себя в голове. Нет. Давид надеется на Господа. Скажите, на Господа. Я вас не слышу. Кремлянам 15, глава 12, стихи 13, Библия говорит так. Исайя также говорит, будет корень Иесов и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Когда надежды нет, теряется много, потому что надежда это якорь души, это то, на что держится моя душа, чтобы хотеть двигаться вперед. 5 главы Марка 6 стих он увидел Иисуса издалека прибежал поклонялся Ему. Почему он прибежал к Иисусу? Потому что он увидел источник надежды, он увидел Иисуса, он увидел шанс, он увидел здесь я вижу маленький свет, как будто есть надежда. Смотрите, в жизни научись всегда бежать в направлении надежды. 4 царство, 7 глава, 3 по 8 стих. 4 человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили друг другу, что нам сидеть здесь ожидая смерти. Если решится нам пойти в город, то в городе голод и мы там умрем. Если здесь сидеть, сидеть, так же умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умерть, умрем. И вот они встали, все умерли рано утром, чтобы пойти, пришли к краю стана сирийского и вот там ни одного человека. Господь сделал то, что в стану сирийскому послышало стук козли сниц. Режание коней, шум войска, Болшова. И сказали они друг другу, верно няня против нас царь израильский, царей хатейский, хатейский и египетский, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки и оставили шатры свои и коней своих и ослов своих. Вес, встань, как он был и побежали, спасая себя. и пришли те прокажения к краю стана и вошли в один шатер и ели и пили. И взяли серебро и золото и одежды и пошли спрятали. Прокажения находились в состоянии безнадежности, бредящий образ жизни, потеряны. Они в городе никому не нужны, потому что они прокажения. Голод пришел, тоже угрожает. У них безвыходное положение. Бредячая собака. Но однажды они решили выходить из ямы безнадежности. Первое, что они сказали, остаться здесь смерть. Идти в город, надежды там нет, смерть. Идти к сирийцам могут нас убить, могут оставить в живых. Там есть надежда. И они начали двигаться в направлении надежды. Всегда двигаясь в направлении надежды. Потому что там, где надежда, Бог включится, Бог поможет, Бог придет. Когда прокажения начали идти к сирийцам, Бог этого и ждал, чтобы у кого нибудь появился настрой внутри, что у нас получится хотя бы чуть-чуть, и это появилось у прокаженных. И Бог поработал с прокаженными, потому что они увидели надежду. когда Бог включится в твои ситуации? Когда появится внутри надежда. И этот упадок исчезнет. Возникает вопрос, где взять надежду? Написано к римлянам 15 главы 4 стих. И все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Оказывается, Слово Божие, Священное Писание, Библия, обетование Божие нам даны для одной из целей, чтобы мы не потеряли надежду. Когда я вижу, через что прошли, и я прохожу, моя надежда появляется. Когда я читаю обетование Божие, хотя угрожающие обстоятельства, моя надежда появляется. Второе, откуда взять надежду? Научись замечать и видеть, что делает Бог. Когда я вижу, что делает Бог, я не теряю надежду. Если бы меня зовут был Иосиф, и меня продали в Египет, и я бы подумал, это просто братья, и несправедливость, исцеленная против меня, он бы потерял надежду. Но Иосиф увидел, стоп, стоп, это не братья меня сюда привели, это Бог. И он в этой ситуации, где он должен был плакать, вместо плакать, он аж ободрился, потому что он увидел руку Божию во всем происходящем. Написано, пацан, крымлянам 5, 3 по 5 стих, смотри, что там написано. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорбы происходит терпение, а терпение опытность, от опытность надежда, а надежда же не постижает, потому что любовь Божия излила в сердце наше Духом Святым данным нам. Любовь Божия, которая внутри нас, что она высвобождает внутри нас. Какое качество выходит из Божьей любви и наполняет нас? Надежда. Кто будет меня слышать? Любовь, которая в нас генерирует надежду. И смотрите, Павел говорит, почему у меня надежда появилась? Потому что была скорбь. В скорбе можно было сказать, ой, несправедливая жизнь. Нет. Он подумал, он понял, это скорбь развивает во мне терпение. Слава Богу, наконец, я был терпеливым. И вот это сразу поменял все. Вместо слезы он радуется. Терпение принесло опытность. Знаете ли вы, что есть вещи, которые никогда не появятся в вашей жизни, кроме как через тесных обстоятельств. Многие из вас, почему у вас нету мира вокруг вас, войны за войнами, потому что Бог на вас указал. Вы призваны на чего-то большое, но вы никак не решаетесь прорваться. Поэтому Бог допускает все это, чтобы вы в конце концов прозрели. Если вы маленькое предупреждение, не прозреете, разрушится много. Поэтому скорбой и проблемы попробуем всегда найти, где тут рука Божия, где тут Господь. Заметите, способность терпеть, быть настойчивым и побеждать, иметь топливо, которое называется надежда. Марка 5, глава 7, стих по 20. Мы не все читать будем, будем пропускать. Он скричал громким голосом, сказал, что до тебе Иисус, потому что он сказал, заклинаю тебе, он говорит, не путь меня, потому что Иисус сказал, выйди дух нечестный. История такая, потом Иисус спрашивает, как тебе имя, он сказал, легион. Они попросились попасться в свиньи попали и свиньи утонули. Этот человек прибежал к Иисусу, надежду увидел. Сатана направляет все свои ресурсы на создание безнадежности, потому что он знает, когда он создаст безнадежность достаточно в тебе, он может легко нанимать тебя на работу, на уничтожение тебя. Второе, убери влияние демонически от себя, от семьи, от детей, от служения, от бизнеса, от всего. Сражайся. Если надо взять пост, постись. Обвинять людей никогда не выгонить дьявола, никогда с твоей жизни. Скажите, он глупый, он глупый, он глупый, дурачок, группы, бесы только усиливаются. Надо сражаться за свою жизнь не с людьми, а с дьяволом, который целонаправленно, стратегически тебя уничтожает. И отчасти ты ему разрешаешь, давал ему место. Поэтому тебе нужно покаяться, где-то нужно покаяться, сражаться, взять пост, потому что дьявол не дентилмен. Он никогда не говорит, да ладно, мне тебе залкали. У него такого нет. Если он увидел какой-то успех с тобою, все, он никуда не уйдет, пока не уничтожит тебя. ты должен взять в руки взять Библию, взять молитву, взять пост и начинать сражаться. Слава Господу, слава Господу, мы не хотим быть людьми, которые потеряны. Заметите, когда Иисус пришел к этому человеку, который был одержим, никто ничего не ожидал. Привыкли, что у него образ жизни такой, ну, ни туда, ни сюда, в никуда. Вот. Но когда пришел Иисус, Он восстановил потерянное. Я хочу сегодня помолиться, чтобы Бог восстановил все потерянное в твоей жизни. Но перед тем, как мы это сделаем, я хочу, чтобы вы посмотрели на свидетельство, как Бог восстановил потерянное здоровье. И Он точно также восстановит потерянные мечты, потерянные движения, призвания, предназначения и также здоровые. Давайте посмотрим на эти свидетельства. Идти до краев земли и проповедовать Евангелие, призыв Господа Иисуса, который остается неизменным. С 2003 года служение Христос для всех городов расширяет границы и завоевывает новые территории для Царства Божьего, проповедуя Евангелие в странах Азии, Африки и Европы. Фестиваль Иисуса это место, где каждый может прийти и получить свое чудо от Бога. Место, где тысячи людей, слыша благую весть, обретают спасение, исцеление и восстановление. Полгода назад Григорьевич получил травму колена и когда он его сгибал, колено болело. Во время молитв боль ушла. Также Боги стрелил его от боли в сердце. Привет! Здравствуйте! У тебя была боли в сердце и проблема с коленом. Да. Отчего боли появилось в колене? Я занимался китбоксингом и на тренировке я получил травму. Обычно на тренировке не бывает травмы. У меня получилось растяжение потом поехал я в больницу мне наложили гипс с которым я должен был ходить но я не ходил и получилось усложнение и после этого нога болела когда я сгибал. А сейчас? Вообще как науэль. То есть это замена вместо гипса? Да. Как тебя зовут? Гриша. Господь благословляй Гриша он Гриша не одел гипсу а ты его изселил. Спасибо Господь. Что здесь у нас во время молитвы? Да. Господь благодарю тебя за Олга во имя Иисуса. Слава Бог за свидетельство. Заметите сегодня мы вам показали сном связанно со суставами потому что Бог сегодня хочет исцелять людей у кого проблема боли в суставах или где-то еще и я хочу помолиться за это но перед тем как я это сделаю чтобы убрать вот этот бродячий образ жизни нужно отдать свою жизнь Господу Иисусу Христу если ты никогда не покаялся не принял Иисуса я хочу помолиться с тобой чтобы Иисус стал твоим Господом и пришел в твою жизнь для этого помолись со мной от всего сердца скажи со мной Отец Небесный прости меня я грешный Господь Иисус войди в мое сердце и будь моим Господом во имя Иисуса Христа Амин Слава Богу Теперь я хочу помолиться чтобы бродячий образ жизни ушел от тебя и суставы твои были исцелены двойной такой дозой чудес возложи рук на себя где болит в теле особенно суставы и на сердце или на голову я помолюсь чтобы Бог принес и привел порядок твою жизнь во имя Иисуса я приказываю всякой болезни исчезать особенно говорю суставам полностью исцеляться во имя Иисуса колено и сустава тазобедренные плечевой сустав во имя Иисуса Христа и я запрещаю этот дух бродячего образа жизни проозглашаю Божьего порядка во имя Иисуса Христа Амин Слава Богу мы вас очень любим ждем ваши письма сообщите нам что Бог сделал для вас и напоминаю в Церкви Победа мы всегда вас ждем добро пожаловать Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу